и сейчас посмотрим что нам тут предлагает получается 150 каяба сам клапан как я уже сказал 120 неразборный оригинальный сделан чуть-чуть по-другому отверстия тоже чуть-чуть другие побольше сечением внутренняя часть немного другая на 150 каябовская система разборная состоит вот из таких шайобочек дальше получается то что касается набора шайб набор чуть-чуть получается другой 150 каяба вот у нас раз два три диска этот просто упорный 120 оригинал три диска еще один идет маленький диск вспомогательные потом фиксирующий дальше сама вот эта часть принципе она у нас разница особой тут я не прочувствовал и погнали тут у нас три наборные шайбы в принципе здесь у нас тоже три наборные шайбы я смотрю также пошла железяка еще две шайбы еще один получается перепускной клапан сравниваем со 120 ну в принципе они похожи так посмотрим внутреннюю проточку ну примерно похоже и дальше две шайбы вспомогательные и еще одна так а здесь у нас на 150 получается нету вот этой вспомогательной подпружиненной пластинки совсем понятно но ладно будем считать что примерно похоже итак о вывод 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 какой мы сделаем вывод какой можно сделать вот если на ощупь жесткость пластинок смотреть 120 и 150 по жесткость у них различается то есть получается вот эта пластина но она жестче чем 120 визуально и так размерность у них одинаковая получается может быть толщина разная так слушайте друзья но получается толщина дисков разная и жесткость разная я потому что на ощупь смотрю что вот эта пластинка она у меня мягче то есть вот эти пластиночки они маленько мягче чем каябовские и тоньше так сейчас давайте вот эти посмотрим так тоже жесткая пластинка здесь мягкая пластинка так ну примерно 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 логика явления понятно то есть у нас амортизаторы ну практически идентичны есть небольшое различие по конструктиву есть у нас различие по обратному клапану получается который установлен у нас на внутреннем цилиндре конструктивно они чуть-чуть разные и разные по размерности отверстий это 150 каяба например мы берем смотрим 120 оригинальный размер отверстий больше но самая основная фишка насколько я понял все таки различается в наборе вот этих дисков они толще и пожестче может быть может быть на 150 оригинальном все то же самое надо смотреть щупать но если сравнивать со 120 то есть однозначно вот этот амортизатор будет жестче 150 будет жестче 300 процентов за счет того что упругость вот этих дисков перепускных которые как раз у нас отвечают за демпфирование и за перепускные способности клапанного механизма жесткость вот этих колец она жестче сами кольца толще попробую штангенциркулем померить получится или нет не знаю сейчас посмотрим вот я поджал сейчас отступить от 120 туда вставлю колечко от 120 к она у меня оттуда ну на ура проходит чуть чуть тоньше еще раз посмотрим то есть вот это у меня в натяг чуть-чуть идет вот я проталкиваю туда сейчас подожму так вот в натяг ходит так берем 120 оригинал он у меня от руки туда свободненько проходит практически вываливается грубо говоря то есть делаем вывод какой вот этот набор клапанных пластин толще и жестче чем на 120 получается у нас оригинале в остальном более-менее все похоже вот он у нас 120 лежит оригинальный разобранный здесь у нас 150 разобранный все примерно близко и похоже но вот эти вот пружины которые отвечают у нас за характеристики амортизатора они у нас толще и чуть-чуть все это дело жестче соответственно можно сделать вывод о том что при установке 150 амортизаторов каябовских на 120 прада все-таки характеристики поменяются и машина будет я думаю чуть чуть жестче также тойота что у нас позиционирует в описании это то что при движении на небольших неровностях типа гребенки у нас амортизатор должен менять свою характеристику и эти неровности все глотать на большом ходе при жестких ходах подвески у нас в работу вступают уже видимо там другие лепестки либо это все вместе в куче и амортизатор работает более эффективно на каябе вот судя по тому что все здесь у нас все пластинки у нас более жесткие вот этот режим мягкого движения по гребенке он будет у нас получается менее эффективен все-таки чуть-чуть но будет машина все это дело вот на мелкой рябе чувствовать больше на кузове чем на 120 оригинале вот такие выводы я делаю также можно сделать вывод о том что газовая подпорка в амортизаторе у нас не вечная с пробегом видимо все-таки часть газа у нас через манжетку уходит вот у нас эта манжета через сальник потихоньку у нас давление меняется в амортизаторе оно становится меньше и амортизатор уже работает менее эффективно также на 150 амортизаторе каябовском вот здесь верхней части у нас еще есть дополнительные отверстия на получается 120 я таких отверстий не видел вот они вот так вот сделанных хотя может быть и были но что-то сомневаюсь такая сверловка блин я его уже выбросил посмотрю может быть на старых записях что-то осталось хотя не факт в общем верхняя часть чуть-чуть тоже может быть другая по конструктиву чуть-чуть но не сильно в общем делаем вывод что да разница есть стоит ли скажем так переплачивать за оригинал две цены под вопросом поэтому в общем вы все сами видели берите на заметку продолжаю я собирать денежку на 120 каябу чтобы было уже 300 процентов понятно там у нас какая конструкция если у кого-то есть амортизатор бэушный от 150 460 gx оригинальный бэушный можете также мне его отправить распилим посмотрим то есть все таки вот это у нас 150 каябовская не оригинальная это 120 у нас оригинальная да разница есть небольшая этот однозначно будет жестче однозначно будет менее комфортным но в целом с учетом разницы цены в два раза я думаю что все это имеет место быть сделано все достаточно культурно красиво от оригинала сильно не отличается благодарю друзья всех за внимание делал все одним куском монтировать ничего не буду как есть так все выложу потому что памяти на телефоне нету и с монтажными вопросами вообще все очень тяжело всех благодарю всем удачи всем счастливо